И снова Солнечная долина стала местом сбора детей со всей России. Там открылась третья всероссийская зимняя спартакиада среди глухих. Около 300 участников из 20 регионов страны от Санкт-Петербурга до Сахалина покажут свое мастерство. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки от 12 до 17 лет. Горнолыжный курорт Солнечная долина имеет богатый опыт проведения соревнований такого высокого уровня и вполне может стать региональным центром развития паралимпийского спорта. Башкирия, Курганская область, Московская, Сахалинская. Почти 300 спортсменов со всей страны съехались на третью всероссийскую спартакиаду по спорту глухих, которая стартовала на горнолыжном курорте Солнечная долина. Из четырех дисциплин в Миасе пройдут соревнования по горным лыжам и сноуборду. Открылась спартакиада эффектным спуском с вершинной горы судейской коллегии. Они привезли с собой флаг спартакиады, который был торжественно поднят вместе с флагом Российской Федерации. Предыдущие две спартакиады также проводились в Солнечной долине. И по словам президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда глухих России Руслана Джараштиева, именно Челябинская область способствовала развитию зимних видов спорта среди молодежи России. Челябинская область идет впереди планеты всей, потому что как и первая спартакиада, вторая спартакиада, благодаря усилиям и бережному, трепетному отношению к зимним видам спорта горнолыжного комплекса Солнечная долина, нам удалось провести две спартакиады, даже попытались как-то, может быть, еще где-то провести, но опять вернулись на Солнечную долину, потому что самоотношение руководителя Олега Юрьевича к развитию детского спорта, инвалидного спорта, действительно, слова не разнятся с делом. Спортсмены, приехавшие на спартакиаду, обучаются в школах-интернатах для глухих и слабослышащих детей. Такие массовые соревнования для них крайне важны. Здесь ребята общаются и живут полноценной жизнью. Все только способствует развитию здорового поколения. Для них очень важно увидеть, что на них обращают внимание, так можно сказать, самоутвердиться. И вы знаете, что глухой человек, он и живет, так можно сказать, в мире тишины, получает очень мало информации. И благодаря вот таким крупным мероприятиям они в буквальном смысле слова развиваются, не только как спортсмены, но и как обычные люди. Они не чувствуют себя ушумленными. По словам председателя Совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина, глухие и слабослышащие ребята не нуждаются в создании для них специфических условий. Наоборот, нет необходимости подчеркивать их отличия от обычных школьников. Единственная трудность для персонала горнолыжного курорта состоит в том, что немногие из них владеют сурдопереводом. Кушают все одинаково. Что здоровые, большие спортсмены и чемпионы, что значит и наши дети. Спят в тех же самых апарт-отелях, которые мы построили, значит, что здоровые, то и наши дети. Поэтому никакой принципиальной разницы в подходе нет. Одним из фаворитов спартакиада является Денислав Огарев из Ставрополя. Это его первое посещение МИАСа. Однако юноша надеется только на победу. Соревнования были в России. Место какое? Второе место, третье место было на России. Сколько раз? Два-три раза на России соревнования были. Пятый год он занимается, и вот сейчас у него первое место. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» не раз становился местом проведения различных соревнований, включая чемпионаты России по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. Здесь проходят и тренировочные сборы. Солнечная долина активно развивается и становится туристическим центром Южного Урала в зимний период. Сейчас, чтобы получить качественный сервис и хорошие трассы для катания, нужно ехать на дорогие заграничные курорты. У нас действительно самые прекрасные горы, самые прекрасные базы, сервис прекрасный, хорошие и тренеры, и преподаватели, и инструктора. Вообще все прекрасно у нас. Не надо никуда ехать. Зачем? Тратить лишние деньги, когда у нас есть свое, и все свое прекрасное. Не надо тратить ни на какие билеты, не мучиться с какими-то самолетами, перелетами. У нас такой воздух, такие горы, такая зима прекрасная. С этим утверждением согласны многочисленные отдыхающие. Поездив по горнолыжным курортам России и ближнего зарубежья, они возвращаются на Южный Урал, где и воздух чистый, и отдых радости. А особенно гостеприимен миаский солидол с теми, кто приехал на его склоны впервые. Первый раз в жизни только слышали про солидол. Приехали познакомиться. Пока внешние впечатления прекрасные. Я бывал часто здесь. Бываю, вернее. В прошлом году два, три или четыре раза. В этом году, правда, первый раз. Но приезжать сюда мы всю зиму приезжаем. Гора сама по себе мне лично очень нравится. Моей семье очень нравится. Ну вот, друзья приехали, сейчас сегодня откатают и скажут. Соревновательная часть спартакиады закончится 19 декабря. Ребят ждут не только спортивные страсти и интриги, но и знакомства с чудесной природой и снежной зимой Южного Урала. Анастасия Попова, Айдар Насыров, ОТВ МИАС.